Добрый день, коллеги, дорогие гости. Рада вас приветствовать. Я Анна Хасина, психолог и ведущая серии интервью «Очки, маска, две перчатки», человеческое интервью с врачами-человеками во время пандемии. У нас сегодня потрясающий гость Регина Франц, партнер частной практики пульмонологии и ренематологии Upstate & Wine и руководитель реорганизации к коронавирусу. Еще много-много всяких регалий. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли возможность. С удовольствием, здравствуйте. Да, спасибо. Расскажите, как обстоят дела сейчас. Значит, я думаю, что на самом деле может быть интересно, где мы находимся и какое это имеет отношение к Нью-Йорку, к городу Нью-Йорку, потому что штат Нью-Йорк большой. Мы находимся в том месте, которое называется Upstate Нью-Йорк, то есть это порядка 350 километров к северо-западу от Нью-Йорка, в сторону Сиракуз и вот туда, как бы в сторону Канады, скажем так. У нас академический госпиталь, что имеется в виду, что у нас есть несколько резидентских программ, и поэтому это как бы учебный госпиталь, как это называлось, наверное, в Москве, учебный госпиталь, университетский госпиталь. Относительно среднего размера, то есть у нас 280 коек в одном госпитале и, наверное, порядка 100 в другом, мы начали готовиться к пандемии. И в конце февраля, как наша группа реаниматологов и пульмонологов, мы начали эту подготовку относительно рано, потому что, во-первых, потому что мы отслеживали все, что происходило в Италии. Информация была, в общем, довольно ограниченная, но как бы там ни было, мы за этим очень внимательно следили, потому что было понятно, что это все придет сюда. Есть еще одна небольшая деталь. В 2009 году мы начали готовиться к эпидемии H1N1 гриппа, и тогда мы на самом деле как бы создали свою собственную программу на предмет того, что делать, когда будет пандемия. К счастью, в тот момент этого не произошло в Америке, но у нас были материалы, которые мы подготовили, включая материалы по медицинской этике, что делать в ситуациях, когда может быть ограниченное количество вентиляторов и так далее и тому подобное. То есть мы как бы к этому подготовились. Который касался вашего госпиталя или вы распространили его на... Нет, это касалось нашего госпиталя, потому что как только мы начали разговаривать о том, что у нас может быть недостаточное количество вентиляторов, и мы можем начинать, не дай бог, выбирать больных, которым эти вентиляторы пойдут, все немедленно, очень быстро испугались. Это неприятный разговор, никто на эту тему разговаривать не любит, но как бы там ни было, мы к этой ситуации готовились, потому что, так сказать, как бы по природе того, что мы делаем, мы предпочитаем быть готовыми, чем не готовыми. Это такой фундаментальный принцип. В силу того, что мы реаниматологи, мы пытаемся всегда организовать хаос до такой степени, до какой нам это удается. Вот, короче, значит, у нас этот план был, он у нас лежал на полке, а где-то в конце февраля, опять-таки, когда нам стало понятно, что ситуация в Италии просто выходит из-под контроля, и они не справляются с нагрузками, и, так сказать, мы просто как бы отслеживали тяжесть заболевания, я отправила своим любимым партнерам вопрос, не стоит ли нам как бы достать наш старый план, сдуть в него пыль, и начать на эту тему думать, на что мой старший партнер сказал, я это сделал уже позавчера. Собирался с вами разговаривать завтра. Вот, то есть, в общем, мы как бы стали к этому готовиться, а в первый понедельник марта у нас была очередная, очередная как бы встреча, которая имеет отношение к реаниматологии. Мы этот план как бы притащили туда и сказали, ребята, да, все замечательно, все очень хорошо, а не начать ли нам этим заниматься? Вот, администрация госпиталя немножко удивилась, но согласилась. У нас ощущение было, а вот что касается администрации, ощущение, видимо, было, но, может быть, опять пронесет. Это, в общем, довольно стандартная ситуация, это происходит, я думаю, не от неграмотности, а просто от совершенно обычного нормального человеческого желания сделать так, чтобы, а вдруг получится. Давайте будем надеяться, что это не произойдет, давайте будем. Но давайте параллельно с тем, что мы будем надеяться на то, что это не произойдет, давайте будем готовиться на случай, если произойдет. Вот, то есть продолжалось вот это вот как бы состояние, когда мы разговаривали и убеждали вдумчиво. Приблизительно дней 10, когда стало понятно, что в Нью-Йорк, в Нью-Рошелл появился первый кластер, тогда стало понятно, что уже надеяться не на что. Это как далеко от вас? Это далеко, это, ну, это опять-таки, это один из как бы таких больших удаленных пригородов Нью-Йорка, скажем так. Это совсем не у нас, но было совершенно понятно, что у нас или не у нас не имеет абсолютно никакого отношения к делу, потому что все будет происходить. И мы начали очень быстро реорганизовывать как бы структуру реанимационных коек. Значит, у нас в госпитале 14 общих реанимационных коек. Это общая хирургия, медицинские койки, нейрохирургические и 16 коек в кардиологической реанимации. Значит, кардиологическую реанимацию мы на время оставили в покое. В нашей общей реанимации мы переделали, то есть у нас было две, мы сделали в результате три палаты, палаты, которые называются палаты отрицательного давления. И мы открыли нашу старую реанимацию, в которой было как бы обычное отделение. Мы ее быстро переделали в реанимацию отрицательного давления. Опять-таки я путаюсь со словами, потому что я на медицинские темы по-русски не разговаривала очень давно. За что прошу прощения. Вот сейчас технический специалист, пока вы говорили, показывал фотографию таких завертывающихся. А, да-да-да, вот это то, что мы называем, это как бы вестибюли такие маленькие. То есть я потом расскажу, что мы в них делаем. Они как бы, ну да, то есть они создаются просто на месте с помощью, там, не знаю, тейп, определенный вот этот вот пластик на молниях. И запечатывается это все, на самом деле, очень быстро и легко. Потом мы создали этаж, на который, то есть в реанимацию мы поступаем, госпитализируем, вот в реанимацию COVID. Мы госпитализируем только больных, которые требуют механической вентиляции, то есть больные с дыхательной недостаточностью, наверное, это называется, больные в шоках и так далее. То есть туда поступают больные только с COVID. Наша общая реанимация к этому отношению не имеет, за исключением двух, трех палат, в которые эти больные могут попадать. И еще у нас есть два других этажа, которые мы тоже переделали. На одном из этих этажей находятся больные с подозрением на COVID. И, соответственно, люди, сотрудники, которые этих больных смотрят, одевают на себя N95 маски, пластические, фейс-шилд, как это называется. Очки? Ну, это или очки у нас просто, как вы видите, да, это экран, да. И там всякие халаты и так далее. А еще у нас есть отдельный этаж, на котором находятся больные с COVID, но которые не требуют реанимации. То есть вот тот факт, что мы разделили вот эти как бы три потока, очень быстро, то есть в самом начале, видимо, способствовало успеху того, что заражение в госпитале, мы его абсолютно не убрали, об этом нет речи, но по меньшей мере уровень заражения в госпитале снизился. То есть это, видимо, был вот этот успех, которого нам удалось добиться довольно рано. То есть первые четыре недели, которые мы потратили на вот всю эту реорганизацию, на каждое утро у нас идет телеконференция с администрацией, с инфекционистами, с инженерами, со всем с кем угодно. То есть каждое утро просто обсуждаются все текущие проблемы. Мы это делали, сначала мы это делали 7 дней в неделю, с прошлых выходных мы делали это 6 дней в неделю. У нас сегодня первый раз, когда мы не будем это делать в выходные, а с понедельника мы начинаем понедельник, среду и пятницу. Это новая практика? Это не стандартная практика для госпиталов? Абсолютно нет. Нет, абсолютно нет. То есть мы отслеживаем количество масок, перчаток, халатов, всего что угодно. Мы начали дезинфицировать N95 маски. Мы это тоже начали делать довольно рано. Значит, вот в этой международной группе COVID-19 люди обменивались информацией просто вот каждые 15 минут. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про эту международную группу. Значит, в эту группу меня пригласил один из моих бывших резидентов, один из моих бывших выпускников. К тому моменту, когда я в нее пришла, это, наверное, было 8, 9, 10, где-то вот там, в марте, там уже к тому моменту было, наверное, 25 тысяч человек. На сегодняшний день мне больше 250 тысяч человек. Со всего мира. Туда входят как бы все, кто угодно. Туда входят доктора всех специальностей. Просто всех специальностей. Всех, кто угодно. Дерматологи, гастроэнтерологи, невропатологи, кто угодно. И как бы вот то, что мы называем allied professionals, это то, что в Америке называются nurse practitioners. Это у меня как бы не будет сейчас времени вникать в то, какое образование они получают. Но это, видимо, не совсем фельдшерское образование. Потому что, опять, я уже не знаю, что происходит с фельдшерским образованием в России. То есть это не медсестры. Это люди, которые обычно приходят как бы в образование следующего уровня, которые не являются полным медицинским образованием. Скажем так, я даже не знаю, опять-таки. Потому что сестринское образование здесь тоже отличается от образования в России, которое я когда-то знала. И то есть люди просто обмениваются информацией. Меня на самом деле во всей этой истории, кроме организации здравоохранения, моя сфера интересов сходится к патофизиологии. Мне надо было понять, что это такое. И в результате у нас образовалась такая интересная группа людей, которые стали думать о том, что это. Потому что то, как себя ведет этот вирус, сильно отличается от того, как ведут себя схожие коронавирусы. Мы, в общем, как бы, с моей точки зрения, добились некоторых успехов в понимании проблемы. И, опять-таки, я этим тоже могу поделиться. Мне просто не совсем понятно, какая аудитория сейчас. Потому что вникать в вопросы тяжелой гипоксии и так далее, я думаю, что на это не совсем правильно. Но во всяком случае у нас есть определенное количество идей. Будет возможность задать вопросы, если они захотят, и связаться в будущем с вами. С удовольствием. С удовольствием поделюсь всем, что знаю. Стануешься таким доступным на расстоянии вытянутой руки, и люди, которых ты можешь найти через Facebook или через какие-то другие... Абсолютно. С удовольствием поделюсь. С удовольствием поделюсь всем, что знаю. Вот в момент развертывания, переоформления госпиталя под нужды пандемии, что для вас оказалось самым сложным, может быть, самым неожиданным? Сложным, опять-таки, это было, видимо, преодоление административной инерции. Я думаю, что нам повезло очень сильно. Во-первых, потому что мы всегда довольно близко работали с администрацией. И, в общем, они как бы привычны к тому, чтобы нас слушать. Потому что в результате как бы вся эта история оказалась на нас, на реаниматологах. На реаниматологах и инфекционистах. Поскольку у нас, видимо, как бы понимание того, с чем мы потенциально должны были иметь дело, было самым обострённым, скажем так. Я должна отдать должное нашей администрации. Они повели себя, в общем, очень разумно. И много сил на это не ушло. Но одним из как бы очень интересных побочных продуктов оказался тот факт, что в течение буквально первых нескольких дней у нас образовалась такая группа клинических лидеров. То есть вот мы как бы сами по себе очень быстро собрались. И у нас образовалась эта группа из 14 человек, которая как бы с тех пор находится в постоянном, ежедневном, многократном контакте. И я знаю просто, когда вы разговаривали с другими, когда вы интервьюировали людей со всего света и как бы задавали вопрос, как вы с этим справляетесь. Опять-таки первые три недели были невероятно эмоциональны и физически интенсивными, потому что как бы по некому негласному соглашению в нашей группе я оказалась человеком, который постоянно как бы пытался выводить что-то именно из медицинской, из медицинского хаоса, который как бы формулировался в реальном времени и понять вообще, с чем мы имеем дело. И я первые, наверное, две-три недели читала часов по десятью в день. Вот. И это было невероятно... С одной стороны, это невероятно интересно, с другой стороны, в общем, это, видимо, привело к тому, что мы действительно очень много поняли за это время. Нам безумно повезло, потому что мы смогли инкорпорировать просто итальянский опыт. У них не было на это времени. У них просто не было времени даже думать всерьёз. При всём при том, что там, так сказать, в Италии, так сказать, школа пульмонологии и реаниматологии невероятно сильная, оттуда всегда приходило очень большое количество исследований, но они были до такой степени под водой, что у них, в сущности, не было особенно времени задумываться над тем, до какой степени это совершенно другая патология. Как это у вас? Пациентопоток позволял осмыслять то, что происходит? Абсолютно, абсолютно, да. Но, опять-таки, мы живём в том месте, где довольно небольшое количество apartment buildings, то есть люди живут в домах. И поэтому вот то, о чём вы спрашивали, и social distancing, люди живут в домах, в доме живёт семья. Когда все гуляют на улице, значит, когда, не знаю, я хожу в гору каждый день, то как бы люди встречаются, там машут рукой, но в масках у нас, вот на улице, особенно никто не ходит. Маски одевают люди, которые, то есть я одеваю, соответственно, вот моя маска, всем показываю, маска есть. Вот, значит, в час у меня начнётся приём, соответственно, я буду в маске. Мы все ходим в масках в госпитале постоянно, то есть это хирургические маски. Когда мы идём в ковер-ICU, то там была где-то смешная фотография меня в боевом раскрасе. Это значит, это то, как мы выглядим в ковер-ICU мы. Наши сёстры носят шлемы. Они носят не N95, а шлемы с прикреплёнными экранами, от которых отходит маска. Там идёт постоянная циркуляция воздуха, и поэтому они могут находиться вот в этой структуре до пяти часов. Потому что смена у нас сестёр в ковер, четыре часа потом они делают перерыв. На самом деле, в смысле организации, что я ещё хотела, я просто забыла, потому что я не помню, чтобы об этом кто-то... Нет, Юля об этом говорила, но... Юля, которая была в понедельник, был интенсивный. Вначале для нас это была работа с нашими сёстрами. С сёстрами в реанимации. Потому что, естественно, уровень тревоги был совершенно чудовищный. Это, естественно, связано с неизвестностью, потому что никто не знал, в сущности, что будет происходить. Информация была, в общем, очень ограниченная. И я думаю, что вот первую неделю мы очень много просто разговаривали с нашими сёстрами. Для того, чтобы они знали, до какой степени они... Ну, во-первых, до какой степени мы стоим за ними. Потому что это очень важно, чтобы сёстры знали, что, во-первых, доктора, которые с ними работают, много думают, достаточно хорошо понимают, о чём идёт речь, что их безопасность и безопасность их семей для нас очень важна. На самом деле, небольшая деталь, когда мы только это начали. Я попросила нашу администрацию заказать большие рулоны пластиковых покрытий для сидений в машине. Потому что когда сотрудники, которые работают в госпитале и из госпиталя выходят, значит, никто не будет как бы лизолом протирать сидения машин. На что? Они быстро заказали. И мы у нас теперь... Что вы даёте сёстрам бесплатно? Они просто стоят при входе в гараж, просто отрываются, такой рулон, вот как в местах по ремонту машин. Они покрывают сидения, значит, отрываются, это самая фигня для... Одеваются на сидения. Опять-таки, люди должны очень хорошо понимать, что они не брошены как бы на произвол судьбы. И для нашего, особенно для нас, потрясающие реанимационные сёстры, просто потрясающие. Но люди должны знать, что о них будут заботиться, потому что ситуация сначала была действительно катастрофическая, потому что никто не понимал, о чём идёт речь. Где это, что это, как это будет, как будет работать, как будет работать ковер-ICU, как будут работать с PPE, где будут маски, будут ли маски. Наш местный университет, у нас очень большая инженерная школа, они стали делать для нас экраны. Хватает. Хватает, но не в неограниченных количествах. То есть мы очень внимательно следим за уровнем расхода. Но вот наша, опять-таки, инженерная школа помогла нам с ультрафиолетовой системой как бы индустриального порядка для того, чтобы мы могли деконтаминировать N95s. То есть мы оказались в Нью-Йорке одним из первых госпиталей, который это привёл как бы в промышленное состояние. То есть все маски на сегодняшний день деконтаминируются, тем самым увеличивая, естественно, возможности с PPE. То есть мы как бы вот... То есть это очень многогранная ситуация, но что существенно, это для того, чтобы... Для того, чтобы мы могли продолжать работать с нашими сёстрами, чтобы они нам верили, они должны были знать, что мы будем о них заботиться. что собственно и произошли. Вы проводили собрание. Мы с ними постоянно, мы с ними постоянно разговаривали. Мы с ними просто постоянно разговаривали. Словами через рот или это там... Да-да-да, абсолютно нет. Кто-то из нас был в Юнити. Мы приходили дополнительно, встречались, разговаривали, задавали вопросы. То есть это был постоянный контакт. Постоянно очень активный контакт. А что касается того, что мы называем decompressed, на нашей вот этой группе, на нашем чад, один из моих коллег каждый вечер ставит то, что называют COVID art of the night. То есть он, так сказать, большой, у него очень существенный интерес в живописи и так далее. Значит, он находит какие-то очень интересные вещи с небольшими комментариями. А я отвечаю за музыкальные дела. То есть каждый вечер я ставлю то, что называется music of the night, музыка ночи. И это может быть все что угодно. То есть, не знаю, квартиры, бетховенские квартеты до симфонии, всего, чего хотите. То есть на самом деле вот это для нас тоже было очень важно. Понять, что есть группа людей, с которыми можно свободно разговаривать на самые любые темы, от клинических до того, когда мы все, когда все это кончится, в чьем доме будет барбекю и до какой степени мы будем продолжать social distancing. Регина, я вот смотрю, что мне прислали вопрос и поддерживаю меня, тоже он очень волнует. Удается ли общаться с родственниками пациентов? Скажем, если пациенты лежат на ИВЛ, они не могут сами позвонить, родственники очень сильно переживают, очевидно, войти в больницу, проведать своего близкого человека они не могут. Как происходит коммуникация с ними? С родственниками разговаривают сёстры, мы с родственниками обычно разговариваем раз в день, сёстры разговаривают несколько раз в день. У нас есть iPads в Cover ICU и есть телефон, по которому родственники в Cover ICU, к сожалению, больные не разговаривают, они на вентиляторах, но сёстры просто приносят им телефон, даже если они под большим количеством седативов, родственники могут с ними разговаривать, то есть мы держим просто телефон рядом с ухом и родственники с ними разговаривают. Почему в этот день FaceTime? У нас довольно большое количество родственников, которые FaceTime с больными, которые тоже на вентиляторе, но которые тоже не в состоянии ответить, но по меньшей мере они могут их видеть. Почему вы считаете, что это важно? На самом деле это всегда важно. В реаниматологии мы очень плохо знаем, что происходит в голове у человека, который находится под влиянием всех вышеупомянутых препаратов. Дело всё в том, что голоса родственников резонируют, видимо, очень глубоко. Наши голоса не резонируют нигде, потому что это голоса незнакомых людей. Видимо, идёт некое... Я думаю, что ответ на голос знакомого человека идёт на очень глубоком уровне. Опять-таки, мы этого не знаем, но по анекдотическим как бы сообщениям или ответам больных, которые прошли через реанимацию, которые были очень тяжело больны, что-то у них остаётся в памяти. Трудно сказать. И я думаю, что это нужно и больным родственникам. Я думаю, в равной степени, на самом деле. Здорово. Регина, вы упомянули, что у вас скоро приём. Я правильно понимаю, что вы не закрыли приём? Нет, значит, ну, на самом деле, мы как бы... Мы не столько закрыли, сколько мы стали больных отодвигать в расписании, потому что мы были практически полностью заняты в реанимации. Сейчас у нас эта структура немножко поменялась. Мы занимаемся в некоторой степени telemedicine, то есть мы, соответственно, с некоторыми больными разговариваем через компьютер или по телефону. Это никогда как бы не прекращалось. Но сейчас становится опять-таки всё больше и больше больных, которые хотят прийти в офис. И у меня уже с понедельника просто полный приём опять. Что было довольно неожиданно. А в госпитале, где есть, вот вы упомянули, три этажа ковидных пациентов, именно на этой территории есть приём не ковидных пациентов? Или они разделены? Нет, нет. Это другие этажи. Это другие этажи. Это другие этажи. Или здание? А? Здание то же самое или даже здание? Да, здание то же самое. Здание то же самое. Просто другой этаж? Да, это другой этаж. Другое отделение. Здорово. Регин, что лично вам помогает выдерживать нагрузку, справляться с вот этими изменившимися обстоятельствами? Музыка. Читать довольно трудно. Я думала, что когда у меня будут вот дни, когда я не работаю, я буду читать. Голова занята совершенно другим. Она продолжает как бы думать в эту сторону. К счастью, моя дочь сейчас приехала из Манхэттена. Она у меня. Она дома. Так что это тоже, в общем, большое дело. Она дома не жила последние пять лет. Так что это очень помогает. Ну и, соответственно, друзья, которые, бог знает где, по всему миру, мы постоянно разговариваем. Вот это, я думаю, конечно, очень существенно, потому что особенно первые три с половиной недели это было очень интенсивно. Сейчас как-то, ну как обычно, возникает некая рутина, и это становится проще. Под занавес я все время задаю один и тот же вопрос всем гостям. Что будет первым, что вы сделаете после того, как эпидемия закончится, и мы вернемся к обыденной жизни? Постригусь. У меня совершенно гениальный парикмахер в Манхэттене, с которым мы периодически разговариваем. Постригусь. А после этого поеду в Израиль, в Италию. были эфиры и с Израилем из Италии, и с Италии очень многие хотят и оттуда к вам, и от вас туда. Ну да. Да, это такие. У меня просто очень близкая подруга живет в Италии. То есть есть о чем мечтать. Прекрасно. Оп, да. Спасибо вам большое. Легин, спасибо. С удовольствием. Спасибо. Опять-таки, я с удовольствием отвечу на какие-то более профессиональные вопросы. С удовольствием. Да, если такие вопросы будут, и в случае, если они возникнут, я адресую коллег-врачей. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Могут появиться еще вопросы после эфира в комментариях. Вы заходите на страничку. Зайду. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Всем большое спасибо, кто нас смотрел и слушал. Мы продолжим на следующей неделе. А пока... Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok